доброго времени всем любите м часов я рад вас приветствовать на своем канале и сегодня мы снова возвращаемся к марке rolex и рассмотрим пожалуй самую простую и невыразительную модель но по мнению многих фанатов марки это одна из лучших моделей поскольку обладает максимальной надежностью и максимальной простотой но опять же здесь есть и второе дно поскольку с подорожанием самых ходовых моделей эта модель тоже подорожала но на мой взгляд все-таки даже с учетом переоценки общей по всем моделям rolex она остается наверное даже и самой доступной так что приготовьте бутербродики кофеек чаек поехали но прежде небольшая реклама проекта которому я также приложил руку объединившись с друзьями товарищами часовыми энтузиастами вы часто обращались ко мне за помощью в покупке и подборе часов теперь часы вашей мечты совсем рядом заходите на страницу instagram в рейсгейм бренд ссылка будет ниже в описании здесь вы найдете часы по одной из самых лучших цен в европе подписывайтесь на в рейсгейм чтобы быть в курсе последних предложений и новостей ну что ж переходим непосредственно к самим часам это часы rolex explorer так называемый марк 2 интересно то что в 2010 году эти часы были представлены в 2016 на базельской выставке была представлена модель с доработанным циферблатом именно марк 2 в чем отличие в марк 1 9 6 и 3 это полностью метки из золото не имеющие света накопительного покрытия здесь же на них есть света накопительное покрытие на которое мы кстати сразу же и глянем света накопительный состав у ролик называется chroma light светится замечательно красивым таким голубоватым светом и конечно же мы посмотрим как все это дело выглядит в лучах ультрафиолетового фонарика очень красиво напомню что все метки все стрелки компания rolex всегда делает из золота в данном случае это 18 каратное белое золото покрытое вот составом chroma light в версии mk1 так называемый 9 3 и 6 метки цельные без этого самого состава на мой взгляд mk2 гораздо интересней я уверен что вы со мной согласитесь нужно отметить что все циферблаты часов explorer всегда выполнены в черном цвете а также всегда эти модели оснащены именно стрелками mercedes вот в этой вот стилистике за исключением очень очень редких винтажных моделей ну что ж давайте перейдем к основным характеристикам диаметр корпуса 39 миллиметров толщина корпуса 10 миллиметров размер браслета ремешка 20 миллиметров и расстояние от верхнего ушка до нижнего 47 с половиной миллиметра часы выполнены из нержавеющей стали марки 904 л компания называет ее ойстер стил и вы можете увидеть что корпус имеет как полированные поверхности особенно по бокам и сверху имеет сатин а также полированный без конечно же в часах присутствует хорошая водозащита для таких повседневных часов 100 метров заводная головка завинчивается ну как-никак это корпус ойстер и естественно здесь вы можете видеть сапфировое стекло и приятным тут можно отметить факт отсутствие вот этого самого циклопа но здесь это конечно же связано с тем что тут попросту нету даты и поэтому он отсутствует но за счет вот красоты этих меток и гармонии выглядит это гораздо более приятно нежели был бы здесь окошечко и был бы вот этот вот циклоп который ну честно говоря уже надоел я много раз это все повторял и считаю что компания ролик смогла бы все это дело поправить и здесь никакая консервативность это не повод делать постоянно вот такие стекла я считаю что всегда можно было это исправить но в данном случае здесь никаких претензий нет циферблат по-настоящему смотрится очень красиво и гармонично сейчас давайте перейдем к браслету он нам конечно же знаком это браслет ойстер как видите сверху он полностью сатинирован а по бокам имеет полировку опять же можно как всегда видеть винты которые сдерживают звенья и они закручиваются только с одной стороны напомню что звенья браслета имеют такую немножко изогнутую форму для того чтобы лучше ложиться на руку и более приятно ее облегать знакомая нам застежка также она здесь сатинирована имеет защитную рамку от случайного раскрытия и как уже много раз видели раскрывается таким способом и что тоже приятно в этих часах есть небольшое звено изи линк которая может увеличить длину браслета на 5 миллиметров делается вот таким вот образом на самом деле удачная застежка удачное решение по расширению опять же вот посмотрите как это все дело закрывается смотрится на мой взгляд очень и очень неплохо ну и как обычно переходим к глухой крышки и на мой взгляд я уже наверное устал это повторять это конечно неприемлемо на мой взгляд для компании такого уровня оставлять пустую глухую заднюю крышку без гравировок либо не показать нам по настоящему красивые калибры поскольку калибры rolex очень хорошо отделаны они действительно красивые и можно было бы дать такую возможность но прячась за так называемой консервативностью марки нам все время подсовывают вот этот вот вариант абсолютной так сказать простоты и честно говоря я с этим крайне не согласен то есть за такие деньги мы получаем вот эти простые решения и таких простых решений их на мой взгляд набирается слишком много и если например подобным часам я готов простите это или каким-то дайверским моделям то например модели дейдейт президент это уже как-то ну на мой взгляд не свойственно дорогие часы и можно было бы что-то изменить но ролик с как говорится привержены свои вот политики тактики и это работает на удивление ну что ж давайте поговорим о том что же за калибр скрывается под вот этой глухой задней крышкой и как всем этим делом управлять и так внутри располагается автоматический мануфактурный калибр 31 32 он имеет диаметр 28,5 миллиметра высота его 6 миллиметров 31 камень частота хода 28 тысяч 800 полуколебаний в час это 4 герца и запас хода 48 часов представлен этот калибр был в 2008 году и конечно же он базируется на калибре 31 30 но с новой системы баланса от калибра 31 35 конечно же здесь двусторонний ротор автоподзавода спираль баланса пара chrome баланс с золотыми винтами настройки микро стела и конечно же защита оси баланса парафлекс как вы можете видеть из функционала здесь все максимально просто это часы минуты секунды и все никаких больше усложнений нет это и обуславливает потрясающую надежность этого калибра и вообще часов целом как же они управляются в принципе очень просто для начала нужно отвинтить заводную головку она становится в первое положение и в этом положении мы вращая ее по часовой стрелке можем подзаводить часы если же мы выдвинем заводную головку во второе положение вы можете видеть что есть функция стоп секунды и часы можно переводить как вперед так и назад максимальная надежность и простота ничего сложного нету а сейчас минуты истории в 1953 году после успешного восхождения альпинистов эдмонда хиллари тенсинга наргея на вершину эвереста 8848 метров была представлена модель explorer кстати создание этой модели потребовала долгих лет разработок и еще в 1930-х компания rolex начала снабжать часами участников экспедиции в гималайо чтобы проверить устойчивость часов в экстремальных условиях на большой высоте после каждого восхождения альпинисты предоставляли отзывы о том как функционировали часы что было очень важно для инженеров объединивших усилия с командами лучших альпинистов так 29 мая 1953 года часы rolex oyster perpetual сопровождали восходители эдмонда и тенсинга в период с 1933 по 1955 не менее 17 экспедиций к высочайшей точке мира были экипированы часами компании вот так эти часы выглядят на руке поскольку корпус остер стал уже классикой то конечно же эти часы отлично подходят под деловой стиль под костюм под рубашку великолепно будут смотреться также и casual стилем ну и вообще поскольку эти часы рассчитаны на каждодневную носку на каждодневное использование в любых условиях они подойдут ко всем стилям одежды и к полу брюкам к такому яхтенному стилю и отлично будут смотреться на пляже с плавками и также будут смотреться со спортивным костюмом да и отлично будут смотреться с фраком то есть эти часы везде при любом виде одежды будут уместны и не будут создавать какой-либо дисгармонии что конечно большой плюс но это все опять же обусловлено их простотой вот этими простыми линиями ну и наверное истории этой марки также ну что давайте посмотрим на них в макро и вот вашему вниманию предстает циферблат rolex explorer также я хочу отметить отличие версии mk2 от mk1 напомню что у mk1 вот эти вот метка 3 6 и 9 выполнена цельный без нанесенного состава хрома light а также у версии mk1 более короткая минутная стрелка версия mk2 стрелка гораздо длиннее также напомню что версия mk2 появилась в 2016 году посмотрите как красиво смотрится стрелке также напомню что rolex explorer всегда идет черным циферблатом и вот такими стрелками стиле mercedes многим это очень импонирует и нравится за исключением очень 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 редких винтажных моделей которые конечно сейчас стоят очень больших денег и являются ценностью для многих коллекционеров метки выполнены красиво и интересно опять же вот этот циферблат имеет такую глянцевую поверхность на который все это дело отражается смотрится достаточно интересно давайте посмотрим на стекло перейдем на безель заводную головку корпус ойстер можно сказать уже классический для компании rolex них все часы практически все часы выполнены в таком корпусе с некоторыми изменениями вот так вот выглядит браслет это кстати очень хорошо что он сатенированный сверху гораздо дольше сохранит его внешний вид поскольку под ним меньше видно царапин застежка все это выглядит вот таким образом можно увидеть как это раскрывается защелкивается вот напомню я думаю что кто на моем канале давно уже насмотрелся на все эти застежки много много раз уже моментально их отличает одно от другой также здесь есть изи линк который я вам уже показывал выглядит он вот таким вот образом очень простая система позволяющая увеличить длину на 5 миллиметров то очень хорошо именно в таких в жаркую погоду когда рука немножко подпухла для того чтобы можно было ослабить браслет еще немножечко посмотрим на надписи как видите надпись rolex oyster перпешил и корона здесь не накладные а нанесены краской также можно увидеть давайте подвернем сейчас так чтобы вот сейчас хорошо видно корону на стекле опять же тоже хочу напомнить что у оригинальных rolex of всегда напротив метки 12 на внутреннем безеле вы всегда увидите корону на удивление какой-то причине те кто подделывают часы у них это не получается сделать но опять же признаков по которым можно отличить оригинал от неоригинал и достаточно много у меня видео по этому поводу есть так что проходите по ссылкам в описании легко найдете что же получилось в итоге в итоге получились очень простые и надежные часы такими их и задумывали изначально это часы спутник на каждый день часы которые могут вас сопровождать будь то на вершине эвереста или где-то в офисе или на пляже какого-нибудь из курортов эти часы могут быть как и элегантным дополнением гардеробу так и простым тулач в принципе по большей части это и есть тулач их надежность это отсутствие разных усложнений и конечно же серьезная подгонка инженерами компании rolex точности и подгонка самого механизма для того чтобы все это точно работало обслуживание не такое дорогое как может показаться но опять же все таки есть и некая некие минусы которые присутствуют при покупке подобных часов то есть из-за того что часы компании rolex очень сильно подорожали особенно самые ходовые модели то и вот такие простые модели естественно также подорожали практически в два раза и уже при таком подорожание и конечно же эти часы стали конкурировать с интересными порой даже выдающимися моделями такими как например те же гранд сейка на спринг-драйве и ну я например уже свой выбор давно и однозначно сделал с другой стороны rolex есть rolex и именно за это их любят за простоту за вот такие простые линии за то что они и всегда легко могут продаваться в цене можно сказать особенно в последнее время не падают это и есть их основные плюсы то есть всегда можно попробовать rolex приобрести какое-то время его использовать и потом продать как минимум ничего не потеряв в этом их большущий плюс ну что ж давайте перейдем также и к тому что входит в комплект к этим часам хотя вы уже конечно же все это знаете но давайте повторимся и так в начале мы видим простую картонную коробочку прикрыта она вот такой картон очкой и конечно же это совершенно классическая и уже так знакомая нам бежевая картонная коробка стеснением виде короны она не выглядит какой-то дорогой и интересный открывается очень просто ничего здесь такого сверхъестественного нет и конечно же мы видим абсолютно уже можно даже сказать кому-то надоевшую зеленую коробку которая так же не выглядит дорогой и так же не выглядит уже интересный поскольку уже ну приелась на самом деле хотя вот для таких часов как вот этот explorer такая коробка очень даже подходит но на мой взгляд она уже давно не подходит для часов но таких как day date или тоже дайтона ну вот и опять же стандартный размер абсолютная классика здесь мы видим все совершенно одинаковое и вот этот вот уже бежевый цвет здесь зелененький rolex и конечно же вот в этом кармашке мы видим всю необходимую документацию по которым мы сейчас немножко не пройдемся для начала мы можем посмотреть что здесь есть вот такая зеленая книжечка в принципе они везде одинаковые некоторых случаях даже используются совершенно одинаковые картинки но иногда они их меняют по крайней мере здесь все понятно очень легко пользоваться такой книжкой опять же конечно же печать оставшееся звено это я вам не покажу бумажку здесь находится карточка и вот этот вот чехольчик нам тоже знаком и конечно же гарантия на все это дело как вы видите ничего сверхъестественного здесь не появилось но опять же не могло появиться но если вы хотите увидеть интересную действительно интересную и необычную коробку rolex опять же проходите по ссылке в описании там будет один из обзоров где коробка по-настоящему удивляет а не такая как мы уже привыкли то здесь ничего нового нет ну что ж видео подошло к концу и я хочу попросить всех новоприбывших на канал подписывайтесь ставьте лайки и естественно прожмите колокольчик для того чтобы не упускать новые выходящие видео а а так же пишите комментарии и задавайте вопросы я стараюсь отвечать на все вопросы которые вы задаете непосредственно мне и принимать участие в интересных дискуссиях что разворачиваться под видео ну что ж осень в самом разгаре надеюсь что вы сможете насладиться красивой по-настоящему золотой осенью красивыми солнечными днями и конечно же я вам всем пожелаю доброго времени пока пока а